Вместе начали правая нога, левая рука. Раз, два, три. Занятие по скандинавской ходьбе для пенсионеров прошло сегодня у здания районного центра культуры и досуга. Место выбрано не случайно. Именно здесь открыл свои двери первый в Ленинском городском округе клуб «Активное долголетие». В холле первого этажа гостей встречал зажигательными песнями хор «Россияночка». Губернаторский проект «Активное долголетие» в Подмосковье заработал на территории муниципалитета еще в июне. И вот теперь у него появилось собственное помещение. Понимая, что это востребовано как никогда в наш сегодняшний день, мы приняли решение, чтобы на базе Дома культуры и досуга города Видное был открыт клуб активного долголетия, куда могут прийти абсолютно все жители возраста 55 плюс нашего муниципалитета, записаться, оставить свои заявки для того, чтобы принять участие в различного рода мероприятиях, которые у нас осуществляются. Многогранная программа, которая дает развиваться не только физически, но и мрастно, духовно. Потому что, наверное, «Активное долголетие» – это не только здоровое тело, но и здоровый дух, и здравый ум. Это очень важно. Это восьмой по счету клуб, открытый в Подмосковье в рамках программы «Активное долголетие». На праздники собралось немало гостей. Заглянул и самый знаменитый российский дедушка. Желаю вам здоровья, желаю вам счастья, а сейчас наступает минута волшебства. Подворные аплодисменты и символическая ленточка была перерезана, и гости смогли прогуляться по новому клубу и узнать, чем же могут заняться пенсионеры в свое свободное время. Все не перечислишь. Экскурсии в музеи, ездим в театры, потом ходьба, хор, йога, тренажерный зал. Приглашаем всех, кто дома сидит на лавочках, кто спит. Ножки не ходят, а сейчас ухожу. Человек, когда приходит сюда, зачастую он очень грустный, он не мог найти себя в жизни после выхода на пенсию. А сейчас у них горят глаза, у них есть интересы в жизни. Самое главное, что бабушкам и дедушкам не хватает общения. Здесь они находят единомышленников, они встречаются после наших занятий, они куда-то вместе едут. Также вместе собираются, едут, участвуют в туристических поездках. Почетные гости праздника приняли непосредственное участие при петиции хора «Россияночка». Дыхательная гимнастика, пение, это все заставляет организм работать. Я как профессионал и как человек, который заканчивал именно по хоровому дирижированию. Здесь народники, а я академист. Но вот в принципе я знаю, что это такое и просто восхищен и впечатлен. А затем украсили новогоднюю елочку игрушками, с вложенными внутрь пожеланиями клубу. Ждет елочка наша, красавица. Замечательно, потому что время стало быстрее, это мы знаем точно. Жизнь наша, ну она с ускорением движется, поэтому, чтобы все-таки наполнить каждый ее участок, потому что так будешь сидеть, ждать, а она и пройдет. На данный момент в проекте «Активное долголетие» по всему Подмосковью принимает участие около 30 тысяч пенсионеров. С каждым днем интерес к проекту только растет, в том числе и в нашем муниципалитете. Поэтому сейчас в клубе открыт набор в дополнительные группы, чтобы все желающие смогли принять участие в проекте. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.